Следующее, что нас интересует, спасибо, Сереженька, спасибо, сегодня мне помогают мой секретарь Виктория и наш новый компьютерный гений Сережа. Следующее, когда мы, эта встреча информационное знакомство, так и написали, встреча знакомства, второй тип встречи, это встреча презентация и в зависимости от интереса человека она может начинаться с концепции здоровья, либо она может начинаться с возможности бизнеса. Но если она начинается с возможности бизнеса, обязательно мы говорим о том, почему мы так уверены, что этот бизнес железобетонно будет развиваться. Нам нужны аргументы. Один из аргументов – концепция здоровья, продукт, самый потребляемый в мире продукт, качественная вода, спрос на этот продукт растет с каждым годом все больше и больше. Правильное питание, добавки в качестве строительного материала и источника энергии. Если человек интересуется бизнесом, то его в первую очередь интересует, а мне это надо? Потому что если мне не надо, то как я это буду рассказывать другим? А это эффективно? А какое количество людей в этом заинтересованы? А есть ли демонстрационные какие-то вещи, которые можно показывать, чтобы люди включались? И соответствует ли цена-качество основные? И есть ли эксклюзивность? Вот это встреча либо со здоровьем, либо с бизнес-возможностями. И третья – это встреча с профессионалами, с сетевиками. Это другой тип встречи. В любом случае, все виды встреч начинаются со знакомства. И в следующий раз мы конкретно поговорим, я столкнулась с тем, что люди не умеют знакомиться, боятся, не задают естественных, нормальных вопросов. Знаете, когда мне говорят, Марина Яковлевна, а вот какой вы вопрос задаете? Там типа железобетонный вопрос, который кладет всех на лопатки. Ребят, нет такого вопроса. В Вьетнаме живые люди, у них живые глаза, и у каждого свои потребности. Но есть некий алгоритм, система создания вопросов. Вот по вопросам, собирайте всех своих дистрибьюторов в следующий раз. Это презентация искусства задавать вопросы или искусства управлять беседой. Но когда мы обычно проводим презентацию по концепции здоровья, будь то один плюс один, будь то домашняя, будь то офисная, будь то городская презентация, обычно она заканчивается. Я ее заканчиваю следующим вопросом. Как вы считаете, полезная информация для вас? Вот эта информация полезна? Если человек всегда говорит, а как же иначе? Иначе он встает и уходит в середину. Он говорит, да, конечно, интересно. Запишите себе, поблагодарите того, кто вас сегодня пригласил. Вот в этот момент, когда люди начинают благодарить друг друга, обстановка из ученической, учительской, какой-то такой, несколько искусственной, начинает разряжаться, люди начинают обниматься, хихикать, благодарить друг друга. Все, тепло пошло, замечательно. И после этого я говорю, ну и теперь перед вами есть три дороги. Поехали, Сережа. Три дороги на выбор. Нет, ты мне первый слайд вот как-то так не показал. Нету, ну ладно. Три дороги. Первая дорога – это активный потребитель. Это есть такой фильм «Холодный контракт». Вик, выложи его в конце. Это фильм, который сделали из фотографий на чебанке. Просто замечательный фильм. Так вот, что значит активный потребитель? Мы сразу говорим, что у вас есть такая возможность стать членом клуба и покупать все по клубной цене. То есть скидка в 20%. Ну и кроме того, поскольку это не лекарство аптечное, таблетка в голову от головной боли, это система заботы о своем здоровье, то и заниматься им нужно длительное время. Все клетки нашего организма обновляются полностью приблизительно раз в 8-10 лет. И вот чтобы мы полностью построили себя молодыми, здоровыми, крепкими, нам нужно старые клетки заменить на новые. То есть это довольно длительный процесс. И вот для того, чтобы он был все менее затратным, у нас есть накопительная скидка от 5 до 15%. Такая замечательная история. Если у вас большая семья, есть программа 5 плюс 1, 3 плюс 1, 3 плюс 3 и так далее. Дорога номер 2. Активный продавец или малый бизнес, или у нас еще называют директор-любитель. Если вы в течение 2 лет, полугода, находитесь в статусе директор, это называется хобби директор-любитель. То есть у вас есть группа друзей и знакомых, которые потребляют, вам это нравится, замечательно. И мы приветствуем таких людей. Будьте здоровы. Слава Богу, вы зарабатываете достаточно скидки, чтобы покупать себе продукты за счет скидки. То есть не трогая домашний семейный бюджет. Для меня, знаете, когда говорят 500 баллов, это хороший продавец, ерунда это все. Хороший продавец это 3-5 тысяч, 2-3-5 тысяч. Вот это продавец, а где деньги-то? И активные продавцы, мы говорим о том, что есть два варианта. Заниматься личными продажами, 20% скидки. А можно подписывать людей, то есть приглашать их точно так же в клуб, но обычно на друзьях и знакомых, особенно в наших странах, не принято зарабатывать. То есть приглашать людей в клуб, и компания вам выплачивает от 5, не от 5 до 15, а от 15 до 5. Хорошо помним эту разницу, да? С новичков самый большой процент. Больше времени, больше хлопот, больше объяснений, контроля. И 5% уже с тех, кто накопили 2 тысячи. Это дорога номер 2. Чтобы ее рассказать попроще, я всегда рисую образ какой-то. Что, ну кто-то помнит историю с моим водителем, который пропил в течение полутора месяцев подготовку к лаваду, он и его жена пошли на день рождения, испортили людям праздник, потому что других разговоров не было, как они так помолодели. И естественно, что гости, которые там находились, захотели, начали, активно настаивали. Их подписали в результате вот групповой оборот 1200. И третья дорога. Дорога номер 3. Большой бизнес. Обычно я об этом говорю одновременно. Есть возможность быть потребителем, можно бесплатно пить продукт, то есть оплачивать продукт с помощью своим друзьям и знакомых, а можно избрать дорогу в большой бизнес. Это новая профессия, пишем, это новая профессия. Самая современная профессия. Сегодня предприниматели, крупные фирмы приглашают и считают большой удачей пригласить себе сетевика с большим стажем, причем не того, который там пробовал где-то, а чего-то добился в сетевой компании. Они понимают, что это люди. А. Прекрасные мотиваторы. Б. Хорошие организаторы. В. Прекрасные менеджеры, учителя, наставники. Такая рекомендация, как успешный лидер сетевого бизнеса, это на несколько порядков больше шансов у вас попасть в крупную компанию на лидерскую должность, если вы решили расстаться с сетевым маркетингом. Но на самом деле по-настоящему успешные сетевики не уходят из сетевого бизнеса. Итак, раз, это профессия. Ребята, можно задать вопрос, вот кто из вас учился в профессии в институте или в техникуме? Сколько лет вы учились в профессии? Пять. Три года? Четыре? Пять? Ну, десять лет это, видимо, со школой или с курскими повышение квалификации. Я тоже закончила пять лет института, год интернатуры, потом повышение квалификации довольно регулярно, каждые два-три года. И месяц аспирантуры, да. Семь с половиной. Ребят, посмотрите. Ну, никто из вас профессию не получил за три месяца, за полгода, да. Ну, разве что какие-нибудь краткосрочные курсы, но обычно. Что после сетевого меня возьмут к себе. Конечно, а как же? Я правду говорю. То есть, ребят, мы тратим годы на то, чтобы обрести профессию, за которую нам платят довольно небольшие деньги. Ну, разве что вы там супер топ-менеджер, и ваш потолок две, максимум три тысячи условных единиц. Впереди чудная перспектива пенсии и полная зависимость. То есть, за вас решают, где стоять, когда стоять, сколько работать, когда уходить в отпуск, когда начало рабочего дня, когда конец рабочего дня. Вы полностью зависите от распоряжения. Вы знаете, для некоторых людей это большое благо. Люди, которые не умеют организовывать свое время, боятся рисковать, хотят насиженного спорта, спокойного места, для них это большое благо. Но давайте запишем для себя такую очевидную истину. Перед человеком всегда есть выбор. Либо комфортные условия, либо риск. Риск – это большие возможности. Другое дело, что в сетевом маркетинге, в нормальной сетевой компании вы не рискуете. Вам никто не предлагает выложить там тысячу, две, три для начала. Уборщица получает больше учителя. Да, бывает. Бывает. Тяжелый физический труд. Но это большая ошибка в нашей стране. Знаете, меня всегда интересовало, почему врачи и учителя, в руках которых жизнь и будущее людей, получают меньше, чем звезды эстрады. Хотя в их руках только наше хорошее настроение, так выплеск адреналина на стадионе. Но с точки зрения социальной, абсолютная несправедливость. С точки зрения экономической, все, извините, учтено. Врач может посмотреть в день, там, 12, 15, 25 человек, это уже не посмотреть, это пробежаться. Учитель 30 учеников изо дня в день в течение года. Оплачивают родители один раз. А на стадион? Две тысячи, десять, тысяч, двадцать тысяч зашло, и каждый заплатил за билет. Естественно, пропорционально приходу и расходу. Но именно такая возможность есть у вас в сетевом маркетинге. Конечно, вопрос количества. Процент от товарооборота. Процент от товарооборота. И там, и здесь. Обидно, конечно, в социальном плане значимость разная. Тем не менее, деньги ниоткуда не сыплются. Либо только дотации. Поехали дальше. И раз уж вы выбираете большой бизнес, то вот я хочу, чтобы вы разобрали, сетевой маркетинг – это бизнес какой? Это бизнес суперпродавцов? Или это задача построить огромную сеть потребителей? Как вы думаете? Конечно, второе. Совершенно верно. Суперпродавец имеет 24 часа в сутки. Суперпродавец каждого покупателя должен лично позвонить, проконсультировать, прийти, пасти, что называется, свою потребительскую сеть. Правда? Проявлять к ней заботу и внимание. И это точно так же в сетевом маркетинге. Но времени в сутках 24 часа. И если вы все это время тратите на потребителей, расширения нет. Нет расширения. Сетевой маркетинг – это возможность построить огромную сеть потребителей вместе со своими партнерами. Итак, еще раз напишем. Задача для меня – найти партнеров. И до тех пор, пока у вас нет сначала 3, 5, 7, 10 партнеров, останавливаться в поиске партнеров – это равносильно схлопыванию бизнеса. Поехали дальше. Несколько секретов. Я нашла эту презентацию в своих архивах. К сожалению, не помню, чья, но с большой благодарностью. Итак, секрет номер один по построению сети. Задача – найти максимальное количество друзей и знакомых. Не меньше трех. И мы стремимся к 10, 12 и так далее. Но, находя друзей и знакомых, надо помнить, что среди потребителей, потребителей – это наш групповой объем, а вот огромное расширение – это только партнеры. Пожалуйста, отметьте, кто, если живешь в чужом городе. Ребята, ну, это вопрос просто неактуальный. Если у вас есть скайп, у вас есть интернет, у вас есть различные блоги, форумы, общение в Одноклассниках, где угодно сегодня, общаться можно. Замечательно. Конечно, конечно. Я согласна с Ириной и Оксаной и Рафаэлем, когда ты в чужом городе, ты не занимаешься готовкой, кастрюлями, ты понимаешь, что живешь в чужом городе, снимаешь какое-то жилье, денег ограничено, жалко время, не валяешься, не телевизор. Уплотняешь свое время. И, кстати, когда у нас была Саратовская конференция, первая, 10 лет назад, тогда именно и прозвучало, Саша Подпорин, я построился, начал бурный рост, в чужом городе уехал в Полтаву. Там Миша Колесников, Сыра и Геер начали бурный рост, уехали в Махачкалу. И так вот все в чужом городе более организовано. Замечательно. Но когда более организован, когда в чужом городе, все зависит только от вас, какой цели вы туда. Совершенно верно, вопрос срочного и важного. Поговорим. Следующий. Ребята, у меня пока мы меняем сайт, вопрос. Кто за сентябрь месяц нашел партнеров? Так, отлично. Одного сколько? Отлично. Ну, конечно, Богдан, да. 14 презентаций, 6 подписаний, конечно, найдется в такой работе найдется обязательно партнер. Ребята, трое? Алексей? Алешенька, три партнера, поздравляю. Ай, какая красота. Вот это супер. Вот это супер. Ребята, какие вы молодцы. И если вы нашли людей, которые интересуются бизнесом и хотят двигаться за прошлый месяц, сделайте все, чтобы они закрылись с директорами. Будьте с ними рядом, работайте с ними рядом. Замечательно. Все? Или еще у кого-то есть? Так. Ну, нулевые результаты не обязательно писать. Сейчас я интересуюсь, вот у кого есть. Наташенька помогла найти двух партнеров своему серебряному директору. Наташа, услышь меня, первая линия. У тебя это вопрос серьезный. Первая линия. Помогать это замечательно, но первая линия. Закрылась льготная. Мариечка, поздравляем, поздравляем, замечательно. Ребят, ищем. Итак, но если у вас есть партнеры, которые начали развивать свой бизнес, то через несколько лет, 3-5 лет в вашей структуре сотни людей. Супер, Лорочка. Поздравляю, золотого директора открыла. Ну, вот это я понимаю, люди работают, вот это доставляет мне огромное удовольствие. Я понимаю, что я недаром с вами общаюсь и веду вебинары. Следующий слайд. Вы знаете, я очень хочу, чтобы вы посмотрели на эту картинку только что сейчас и представили себе, заглянули в свое будущее через 5 лет. Вы в институтах учились 5 лет, потом курсы повышения квалификации. Там, каждые 2 года, 7, кто-то 10 лет написал учился, но минимум 5 лет активной учебы, погружения в профессию, в знания, необходимые для профессии. Ребята, давайте заглянем через 5 лет. Если вы будете находить по одному директору в месяц или помогать своим директорам находить и развивать по одному директору в месяц, вы только представьте себе, что с вами будет, с вашей сетью будет, особенно, когда вы научите своих директоров самостоятельно находить и развивать по одному директору в месяц. человек, которого вы сегодня подписали, через год минимум бриллиантовый, а поскольку сдержать рост, когда он пошел, нельзя, это уже мастер. Секрет номер 2. Откуда мы получаем деньги? Деньги мы получаем, это процент от финансового потока, это процент от товарооборота. Не случайно я каждый вебинар спрашиваю вас о групповом обороте, я не спрашиваю о сетевом, потому что, ну, еженедельно, хотя у нас уже есть сайт, да, а кто пользуется своим кабинетом на сайте Коралл Клаба? Кто еще не пользуется, ребята, молодцы, умнички, потому что это возможность увидеть свою сеть, свой товарооборот очень быстро, в любой день. Домашнее задание, разобраться, как войти в свой личный кабинет на сайте Коралл Клаб, и еженедельно не можем зайти, Сереженька, попросите своих коллег, сайт обновляется, да, я знаю. Ребята, в течение недели у вас точно будет уже возможность открыть свою страницу и поставьте себе задачу каждую субботу или это будет каждый понедельник, когда вы или каждое десятое, там, десятое, двадцатое, тридцатое число как минимум смотреть свою структуру, потому что цифры мотивируют. Еще раз хочу обратить ваше внимание, о чем этот секрет. Ваши лекции не приносят вам денег, ваши школы вам денег не приносят, ваши выступления хорошие или плохие денег не приносят, ваши встречи один плюс один домашние кружки, если нет результата, это только ваша собственная тренировка. Совершенно верно, Коралл Одер можно зайти, совершенно верно. Мы получаем процент только от товарооборота, и если вы бизнесмен, который не знает свой товарооборот, особенно начинающий. Знаете, когда ты золотой мастер, у тебя три разных ветки, и товарооборот контролирует каждый мастер, это огромные товарообороты, ладно, но когда ты начинаешь, обязательно надо научиться, обязательно контролировать свой товарооборот, и дело не в том, что вы кого-то контролируете, вы себя контролируете, потому что если у меня товарооборот маленький, мне надо его увеличивать, каким образом, вот работающий человек, я буду с ним работать, и моя первая линия. Хорошо. Следующий. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, а кто стал регулярно подсчитывать свой групповой и сетевой свой сетевой групповой оборот? Кто стал вести этот учет? Конечно. Как начал вести учеток, пошла работа. Молодцы, ребят, я этому очень-очень рада, потому что, совершенно верно, я очень рада этому, потому что это привычка бизнесмена. Держать на контроле у нас что происходит? Рост, падение, куда тенденция идет? Если вы видите, что на первой неделе ваши партнеры сделали много, вы совершенно спокойно понимаете, что на первой неделе надо максимально закрыть групповой оборот, половину, треть сделать, для чего? Для того, чтобы освободить время для поиска, потому что, если группового оборота нет, в конце месяца судорожно что-то закрывать, это не работа ерзанья. Так, все остальные, кто не написал, что пользуются, ребята, пожалуйста, провожу анализ роста, я сегодня, там слайд будет, просто скачайте. Секрет номер три, самое главное найти ключевых людей. Специально на этом слайде нарисовано, что ваши ключевые люди, конечно, мы ищем их, но часто бывает так, это действительно часто бывает, что просто потребитель приводит ключевого человека или начинающий дистрибьютор, не очень успешный, медленно, но он приводит человека, который включается с большей скоростью, с большей ответственностью, с большим количеством друзей и знакомых, прилагает больше усилий и он становится вашим ключевым. Поэтому давайте дадим определение ключевой человек. Ключевой человек это человек желающий работать самостоятельно, ставящий целью развить себя навыки предпринимателя и ключевые люди я определяю по первое уровень ответственности сказал сделал обещал прийти пришел не опоздал второе по скорости принятия решения и скорости распространения информации меня иногда потрясает новый продукт узнали еще никому не позвонили я потом запланирую да в первый же день как только он появляется я звоню своим друзьям лидерам спрашиваю а у вас какие результаты вы знаете а вот пришел продукт звоню потребителям у меня у меня дыхание сбивается боже какая красота я так давно ждала например грифонию или другие продукты то есть скорость принятия решения скорость распространения информации и главное человек желающий не сам не сам работать а создавать команду следующее слайд как нужно тратить время ребята у нас будет с вами после встречи по искусству задавать вопрос у нас будет по тайм менеджменту потому что основная проблема у абсолютного большинства начинающих сетевиков это непонимание ценности времени и неумение правильно его распределить 20% времени надо уделять потребителям те которые у вас подписаны те которых вы ищете поэтому чтобы не потерять возможность найти ключевых людей любому потребителю я все равно всегда говорю три вещи первое у кого-то слайд не открылся Олечка еще разочек попытайтесь ну не знаю открыться должен первое что я говорю что у вас есть три возможности если человек говорит я сначала потребитель замечательно я говорю правильно замечательно но у меня к вам есть просьба а могли бы вы есть ли даже не могли бы вы что-то делать это не нужно вы говорите задаете совершенно другой вопрос скажите у вас есть люди которые мы уже с вами на эту тему говорили рисуем картинку которые беспокоятся о здоровье детей чтобы дети не болели есть ли знакомые у которых дети страдают от аллергии это так легко снимается биокурунгой или каким-то другим там противопаразитаркой и пробиотиками замечательно а есть ли у вас люди которые следят за своей фигурой то есть я стараюсь чтобы человек подумал об этом и сказал ой мне есть вы знаете у меня к вам просьба ничего им не рассказывать и дайте только посмотреть возможно если это их заинтересует мы с вами сможем вам помочь понятно 80% времени это ключевые люди Наташенька Штейн тебе говорю отдельно нежно любя что значит 80% времени тратить на ключевых людей это не значит вместо них работать это не значит что вы они к вам людей приводят а вы помогаете им подписывать людей нет 80% времени тратится на ключевых людей каким образом постановка задачи я вместе с тобой провожу встречу на первой встрече я говорю на второй встрече я говорю ты немножко говоришь на третьей встрече ты часть презентации я часть презентации на четвертой ты всю презентацию я как киса воробьянина вкиваю головой и говорю ну повезло и на пятой встрече если ты ко мне приводишь человека он уже полностью прослушал презентацию а глубина Наташа, в теории надо научить так первую линию, чтобы второй занималась первая линия. Так не бывает. Есть потребители, которые потом приводят дистрибьюторов. Мы все равно копаем. Правило звучит так – копай до глубокой воды. Но если вы работаете на 6 поколений самостоятельно, извините, вы тратите время неправильно. Отбирайте ключевых людей. Постоянно ставьте задачу и смотрите, человек берется за ее выполнение, да или нет. Не берется? Следующий, пожалуйста, следующий. А то вы так… А чем вы отличаетесь от продавца? От няни на сетке? От официанта? Я пришел к вам в сеть, а вы меня обслуживаете, подписываете под меня людей, помогаете мне работать. Что, инвалиды что ли? Что так помогать надо? Каким образом нужно помочь? Первое. Пишите. Дать задание, законспектировать презентацию, выучить наизусть и сдать вам. Сдать презентацию. Послушать, как звучит презентация. Короткая версия. Дать возможность… Вы задаете вопрос, и человек вам отвечает. Вы его так тренируете. Лады? Дать… Вообще делегирование, мы уже с вами говорили на эту тему, делегирование ответственности – это основной метод воспитания самостоятельных лидеров. Ну и, наконец, секрет четвертый. Это абсолютная правда, то, что вы сейчас здесь видите. За 2-5 лет годовой доход от 50 до 100 тысяч долларов. Абсолютная. Абсолютная правда. Саша – абсолютная правда. И обычно тот, кто начинает активно работать, то вот такой доход 100 тысяч – это 3 года. Это 3 года активной работы. Но работы, а не 1 презентация в неделю или 3 презентации в неделю – это не действие. Это недостаточно. Это все равно, что там, я не знаю, Кличко тренируется раз в неделю. Или, я не знаю, Майя Плесецкая – большой батман подымает ногу раз в неделю. Ну, ребят, чтобы стать профессионалом, очень много сжигается и тренируется в начале. За 10 лет даже меньше. Даже меньше. Это реальность. Абсолютная реальность. Особенно сейчас, на гребне новой волны. Следующий слайд. Ну, слайд всем знаком. Любимый слайд. Оценивайте ситуацию. 30-40 лет. Институт, рабочий стаж, пенсия. Минус здоровье, минус деньги, минус свободное время и перспективы. И я думаю, что каждый из вас, вот, можно дать домашнее задание. Домашнее задание. Найти своих одноклассников. Однокурсников. Поискать. Задать вопрос. Что изменилось за последние 5 лет? А если вы только начали, у вас-то, собственно, ничего особенного не происходит. Нет, на самом деле, много происходит, вознаграждений пока не так много. Но зато как интересно. Но задайте второй вопрос. А какова перспектива на ближайшие 5 лет, если они останутся там, где они есть? Потому что за 3-5 лет, если вы погружаетесь с полной выкладкой, тратите максимальное количество свободного времени, то, что у вас осталось от работы, или принимаете профессиональное решение, не сидеть между двумя стульями, все время падая попой на пол, а перейти в новую профессию, то за 3-5 лет практического обучения работы в сети у вас все. Самостоятельность, грамотность, уверенность. Вы знаете, как работать, с кем работать, кому предлагать, о чем говорить. Здоровье, деньги, свободное время. Ну и колоссальные возможности. Вы себе не представляете. Я выступаю в Турции. А люди сидят, смотрят. И вот мы поговорили о здоровье, я рассказала о трех дорогах. И говорю, давайте с вами заглянем. Меня вообще очень порадовала Турция, потому что я как будто окунулась на 14,5 лет назад, когда я вот собрался приблизительно такой же зал, где-то там сначала их было меньше, потом больше, там 70-100 человек. И я рассказывала о колоссальных возможностях, о востребованности этого продукта, о том, что будет, о финансовой независимости, о благополучии и о перспективах, и о колоссальных возможностях ездить по миру, международный бизнес. Я говорила о том, чего не было. Я говорила о том, во что верила. Это как открыть видение. Знаете, вот надо шоры снять и увидеть, что будет за 10 лет. Потому что вот он путь, уже пройденный за 10 лет. Я говорю, ребята, пройдет 5 лет, 10 лет. Какой у вас самый большой зал в Стамбуле? И они мне называют там на 10, на 20 тысяч человек. Ну, учитывая, что Турция в 2 раза больше, чем Украина, я говорю, ну вот представляете, полный зал. И поскольку вы сегодня первые, вы успели раньше, вы первые услышали, и вы приведете самых активных людей. И есть большой шанс, что вы будете стоять на сцене и будут подниматься по 3-5 тысяч ваших людей. Давайте увидим эту картину, эти овации, эту радость, эти слезы благодарности на глазах у людей. Вашим людям будут вручать короны, перстни. Вы будете радоваться. Так оно и будет для каждого, кто решил. Просто люди не умеют смотреть вперед. Вот это вот, знаете, как, ну, свинья не видит небо. Свинья смотрит вниз. Исключительно вот так. В небо посмотрите, вперед посмотрите, куда мы идем, зачем мы идем. Понятно? Вот я хочу, чтобы вы увидели свое будущее вот здесь. Да, сегодня нет. Да, сегодня нет. И не очень получается у кого-то. Ничего страшного я в этом не вижу. Это плата за профессиональный рост, за обретение навыков. Поехали дальше. Секрет номер 5. Это стопроцентный, я не знаю, знаете, один из мультимиллиардеров написал, жизнь, прожитая без энтузиазма, прожита впустую. Знаете, вот как будто дремлешь, как будто будильник не прозвенел. Но когда мы работаем с энтузиазмом, когда у нас включается радость, мы становимся просто притягательны, привлекательны, невозможно. Я когда им рассказывала в Турции, что будет здесь через 10 лет, я видела, как зажигались глаза, я видела, как они вперед наклонялись. Они начинают видеть эти картины, ребята, без энтузиазма работать бессмысленно. Носить тяжкий крест не надо. И скучно, и трудно, и некому руку подать. Энтузиазм. Знаете, я вот очень часто на своих выступлениях, я говорю, вот я знаю секрет миллионера. Будь то секрет Боба Брэймнера, будь то секрет Дейла Карнеги или кого-то из выдающихся миллионеров, выдающихся людей, создающих, меняющих мир. И замолкаю. И люди так. Ну, я говорю, не а, даром не отдам. Они начинают хлопать, я говорю, так как вы хлопаете долларов на 300. И они начинают соображать, начинают подыматься, вставать, начинают вставать. Я говорю, о, значит еще живы, еще не паралитики. Потому что если вы не встаете при великой возможности, если у вас нет желания подняться, то дело не в том, что мне похлопали, себе похлопали. Для того, чтобы что-то заработать, надо встать. Нужно вложить в свой энтузиазм. Вот только тогда все получается. Да? Что, отрывается? Хорошо. Ребята, научитесь. Научитесь. Что нас делает энтузиастами? Запишите три секрета великого энтузиазма. Секрет номер один. Заглядывать в будущее. Знаете, вот книга, страница. Вот ты тут смотришь, все только начинается. Посмотрел там, в конец. Мама, а тут оказывается вот столько. Вот впереди у вас вот эта жизнь, вот эта книга. Она же сейчас впереди. Научитесь заглядывать в будущее. И все наши мероприятия для этого и создаются. Чтобы на историях других людей вы сумели заглянуть в свое будущее. Если вам не нравится результат, человек 10 лет в караун-клубе стал мастером, не берите себе этого. Возьмите тот результат, когда Саша Завгородний за два года мастером стал. Возьмите те примеры, которые вам ближе, больше нравятся. Вот поэтому на мероприятиях надо, поездка на мероприятия – это возможность заглянуть в свое будущее. Это первый секрет энтузиазма. Секрет второй. Цифры. За прошлый месяц у меня было всего ничего, 20 личных очков, 120 групповых очков. Я пока читал, пока учился, пока я думал, буду, не буду. На следующий месяц у меня уже 150 очков и 1000 баллов. Сравниваешь цифры, думаешь, какой я молодец. А сколько людей у меня появилось? Вот тогда было всего два человека, а сегодня уже, боже, их уже 15. А еще немножко и опять заглядываем в будущее. У меня была такая потрясающая история. В Ильичевске замечательная женщина, доктор Танечка, проработала всю жизнь врачом, уже 25 лет работала врачом. Вот пришла в коралловый клуб, включилась на воду, на противопаразитарку, на коллоидное серебро, на самые простые продукты. И вот она работает, первый месяц проработала. И даже не месяц, а за неделю она заработала 50 долларов. Она пришла и горько плакала. Я не понимаю, почему. Она говорит, да это половина, я за неделю здесь заработала половину своей зарплаты. Я 25 лет, я столько лет училась, я 25 лет проработала, а здесь вот так вот, буквально за несколько дней заработала половину. Где же, мол, социальная справедливость и так далее? Через пару месяцев, значит, у нее чек 300 долларов. Она своего наставника, вот только чуть на руках не носила. Она его обнимала, она его целовала. Это было такое ликование. Это было... Вот же ж, во-первых, а, реальность. Правда, обычно первый чек, правда, платят. Второй, если растет, есть рост. Вот это мотивирует. Я сделал чуть больше, получил чуть больше. Я в этом месте сделаю еще больше, еще больше. На третий месяц, на третий, ну, там через пару месяцев, чек 800 долларов. Смешная реакция. Маловато. Маловато. Знаете, что это такое? Это почувствовало, вот, это абсолютная реальность. Так я теперь хочу, раз это реально, надо теперь правильно строить. Цифры – это самый большой энтузиазм. И, наконец, энтузиазм. Есть третий секрет, и он звучит так. Если у вас закончился энтузиазм, подпишите новых людей. Если не хватает энергии, подпишите новых людей. Если вам не хватает знаний, подпишите новых людей. И они зададут такие вопросы, что вы, находя ответы на их вопросы, точно повысите свои знания. У вас там не хватает денег, подпишите новых людей. Вы хотите научиться хорошо выступать, подпишите тех, кто хорошо выступает. Спонсируйте свои слабые места. Создавайте команду у каждого свое сильное. И это секрет энтузиазма. Новые люди всегда нас делают более значимыми, востребованными, весело. Они задают вопросы. Ребята, даже если вы подписались месяц назад, вы уже профессора по сравнению с теми, кто пришел первый день. Первый раз. Вы знаете намного больше. И у вас уже есть свой чувственный опыт. А чувственный опыт, он всегда виден в глазах. Лады? Следующее. Секрет номер шесть. Это система. Вот теперь пишем. Система роста и развития в Коралловом клубе. С чего же она начинается? Список. Звонки. Боитесь звонить? Садитесь со спонсором. Веселее будет. Назначение встреч. И презентация 1 плюс 1 или в скобочках 2 плюс 1. Ну, лучше начинать 2 плюс 1, когда рядом есть более опытный наставник. Вот человек. Давайте с вами нарисуем картинку. Человек подписал договор. Укалывая вода. Если вы умничка, то обязательно каталог. И подготовка противопаразитарной программы. Возможно, какие-то, ну, то есть ассимилятор, серебро, поударка. И, возможно, какие-то продукты в зависимости от необходимости. Еда. Но он это домой принес, а как он будет пить, не будет пить. Вам нужно проникнуть в дом. И для этого нужно организовать презентацию. Нужно попросить, чтобы вас пригласили в гости. Мы в прошлый раз с вами говорили, да, что давайте померим воду у вас. И я еще и косметику могу принести. Ну, кому-то косметика, скажем, не так интересует, но вода это точно интересует. Более того, я вам покажу, как правильно. Возьмите с собой коктейли, возьмите с собой шоколадки. Вот я подписывала человека, я говорю, кстати, вот перекус. Она попробовала, говорит, о, у меня таких, тем более, что они идут, там 4 плюс 1. О, говорит, ребенка попала и у себя вкусненько нравится. Презентация. Поэтому следующий шаг – это домашний кружок. На домашнем кружке, ребята, во-первых, хозяйка или хозяева собирают гостей, которые и так видели их кухню, и не надо ничего специального. В-третьих, семейная обстановка. В-третьих, только не надо вот заходить с портфелем официально и начинать излагать стихами про родину. Разговаривать, пошутить, сделать комплименты, сказать, почему я пришел. Вот сначала спросить, у кого какая, ребят, какая задача. Вот вы пришли на здоровье, давайте сразу вы меня обозначите, потому что я могу рассказывать там до утра. Знаете, когда ко мне приходят там на домашнюю презентацию, я обычно люблю дома у себя, ну или в гостях. Я говорю, какие, о чем будем говорить? А мы ждем, что вы нам расскажете. Я говорю, ребята, могу говорить годами. Вопрос на какую тему. Давайте я поговорю с вами, вот объясню, о чем я могу поговорить. Могу поговорить, как не болеть, как справиться с банальными простудами. Могу создать архитектуру вашей фигуры и пластику кожи без операций. Ну вот на эту тему могу поговорить о том, как использую продукты, поменять уровень энергии и защиты. Могу поговорить с вами о том, как зарабатывать деньги. И могу поговорить с вами о том, как основать свое колоссальное доходное дело. На какую тему будем говорить? И если человек говорит про бизнес, я задаю следующий вопрос. Что вы называете бизнесом, какой у вас доход интересует? Тысяча, от тысячи до десяти в месяц, от десяти до ста, в месяц больше ста. Больше ста. Я говорю, замечательно, что готовы делать? Сколько времени готовы потратить? Если час в месяц, ребята к психиатру. Если же вы готовы 24 часа в сутки. Вот у меня сейчас был разговор с одной очаровательной девочкой в Турции. Она говорит, ну вот как-то я, у меня есть работа, довольно престижная работа, там полторы-две тысячи долларов зарабатываю. Я не ухожу из каравоклуба, но вот как-то. Я говорю, знаешь, тебе просто комфортно. Несмотря на то, что там волконогие кормят, да, но, я говорю, понимаешь, ты ушла с работы, и у тебя голова не болит. Ты пришла красиво одетая, ты в мужском коллективе пообщалась, замечательно поддержали друг друга, ты дело сделала, деньги заработала. Ну, 6 часов, дедлайн, все. Голова об этом не болит. Это не моя проблема, а проблема хозяина. А в сетевом маркетинге. Это мой бизнес. Это я думаю, где следующих брать, как говорить, что, как подготовиться. А в Турции пока есть листовки на турецком языке. Мы сейчас записали презентацию с переводчиком на турецком языке, есть фильм по воде на турецком языке. Ребята, все есть. 17 продуктов уже есть, новые поступили только-только, и еще 20 в сертификации. А меня это очень порадовало, потому что мы начинали с 16 продуктов. С домашним кружком разобрались. Задача на домашнем кружке подписать новых людей, углубить уверенность вашего потребителя или дистрибьютора в том, что он может, что он правильно сделал, что он правильно пьет, открыть все пакеты, показать, как пить, ответить на подробные вопросы и поставить задачу следующих людей. Рекомендации. Следующее. Это презентации. Презентации и школы. Сейчас про Турцию давайте в конце напомните, обязательно скажу, а то я перескакиваю. Презентации и школы. Запишите в графе презентации. Это еженедельные презентации в офисе. Но обычно в каждом офисе разный график. То есть по воде, по возможностям, по здоровью. Мы читаем какие-то раз в неделю у нас тематические. Допустим, здоровое сердце, крепкие суставы, как сохранить нервную систему. Есть презентации по воде обязательно. Есть презентации по концепции здоровья и возможностям. То есть продукт и бизнес очередуются. Это раз. Второе. Школа правильного питания или клуб правильного питания. Мы с вами о нем говорили. Для тех, у кого клуба такого нет, могу сбросить весь пакет, но это длинно будет качаться. Не вопрос. Следующее обязательное мероприятие. Это ежемесячные большие городские презентации. И если вы три человека, можно мне. Школу правильного питания, Викуль, мы выложим ее на завтрашнем вебинаре, пока я там, пока. Зайдите минут на 15 раньше и можно так, Сереженька, чтобы они скачивали прямо с вебинара или нет? Можно, прямо папку закрытую, потому что там их 12 занятий. Архив, хорошо. Раз в месяц обязательно городскую презентацию, ребят. Не забудьте, это очень важно, потому что если в городе, да, это будет завтра перед вебинаром, зайдите чуть раньше. А? Можете. Хорошо. Городская презентация, она проходит таким образом. Концепция здоровья. Выступают разные люди. Результаты обязательно. Возможности. И праздничная часть награждения новых директоров, серебряных директоров и так далее. И тут же идет подписание. Не забудьте, что бывают праздничные презентации. Ну, такие, как презентации, посвященные Международному Дню Воды, 22 марта. И я надеюсь, что вы уже сегодня это планируете, ищите зал и готовитесь к этому. Следующее. Стартовые школы. Стартовые школы. Мы начинали с того, что приглашали всех. Вот кто хочет, пришел, послушал. Они платные. Все же бесплатно не ценится. Но цена достаточно условная. Это пакет документов, которые они получают. Вода и оплата. Зала. Аренды зала. Стартовые школы. Двухдневные или однодневные. Сегодня они во многих городах называются по-разному. Там звездный старт. Борщик Апопов делает уикенд. Звездный старт. Клуб 100 еще это называют. Вот почему клуб 100? Потому что, чтобы попасть на стартовую школу, нужно сделать товарооборот. И знаете, это очень хорошо отсеивает тех, кто просто еще не хочет. А вы его тянете. Клуб 100. Школы директоров. Сегодня они называются клуб 700. Люди верят врачам. Все меньше. Так. Школы директоров. Это значит, что человек, а, открыл статус директора, но сделал не менее 700 баллов. Потому что просто директор 500 на такие школы не должны попадать. Знаете, это очень хороший такой показатель. Потому что 500, если еще и вас дозакрыл, не дай бог. Ваш руководитель. Он вам свинью подложил. Очень жирную, толстую и хрюкающую. Так. Следующее. Это семинары. Семинары. Региональные конференции. Или региональные семинары. Ну вот, два месяца подряд я езжу постоянно. Совершенно потрясающий семинар в Ялте. Просто необыкновенный. В Запорожье сначала был. Суперпрофессионализм, масса знаний, обстановка, общение. Замечательно. Они, поскольку они региональные, обычно это люди недорого. Рядом приезжают. Вам не надо ездить так, как топ-лидерам, которые ездят поддерживать семинары. Но в свой региональный напишите. Всегда участвовать на стартовых школах, школах директоров, региональных семинарах. Ялтинский фантастический семинар. В Саратове просто звездный семинар. Вот сейчас Турция. Теперь я еду в Самару, Уфу и потом в Румынию. То есть, вот местные семинары обязательно, но помните основное правило. Пожалуйста, на стартовые школы ходить 50 раз без людей. Придешь один, будешь умный. Придешь с людьми, будешь богатый. Будешь ходить один бесконечно. Будут называть, извините, друзья мои, попа с ручкой. Сидит, пишет, ничего не делает. В школу директоров все время ставим вопрос, сколько новых директоров я приведу. На семинары сколько людей со мной будет. И конференции. У нас есть мероприятие компании. Запишите два раза в год. Март и октябрь. Это золотые для золотых. Это вот как станция, чтобы цель не отодвигать когда-нибудь. А вот обязательно успеть на следующие золотые для золотых. Успеть попасть не одному, а с командой. И есть мастерские мероприятия. И огромная конференция в Москве. Я счастлива, когда бываю на огромной конференции в Москве. Потому что, ну вот знаете, какой бы у вас прекрасный офис не был. Двухэтажный, трехэтажный, одноэтажный. Вы видите маленький офис, маленькие стены. Когда ты приезжаешь в огромный зал, где сотни, тысяч, десятки тысяч людей есть. О, вот ты понимаешь, что мы огромная компания. Мы силища сумасшедшая. Мы востребованы. Мы растем. Вот это очень здорово. Следующий слайд. Ну и система отношений выигрыш-выигрыш. Ребята, весь сетевой маркетинг теоретически построен на этом. Но как только нарушается выигрыш-выигрыш, моментально начинает просаживаться сеть. Всем вашим вышестоящим наставникам выгодно, чтобы вы стали очень богатыми. Только с одной оговоркой. Самостоятельными и богатыми. То есть знали, что делать и когда и как. И второе, вам выгодно, чтобы ваши дистрибьюторы были богатые. Однажды одни мои дистрибьюторы, растущие, активно растущие лидеры, ко мне подошли и сказали, Марин, а что если мы тебя обгоним? Типа не будешь обижаться? Я говорю, ребята, учите маркетинг-план. Чем шире? Что значит обогнать? Шире первая линия. Больше ветвь. Больше товарооборот. Как я могу этому не радоваться? Ведь я получаю процент с этого товарооборота. Как я могу не помогать человеку? Ведь в результате он становится самостоятельным и стабильным. Замечательно. Выигрыш, выигрыш. И еще. Но вы заинтересованы в том, чтобы ваш наставник захотел потратить на вас 80% своего времени или хотя бы его часть. Но для этого какими надо быть? Как минимум. Ответственными и активными. Активными и ответственными. Вот этого достаточно, чтобы на вас обратили внимание. И, кстати, попросить. Олежек в Турции сказал, я напросился. Я говорю, да ты герой и победитель, потому что ты сделал то, что ты захотел. Просите помощи. Гордыню с лестницы. Просите помощи. Обращайтесь к людям. Не стыдно в начале, не наработав навыки, быть не очень успешным. Стыдно оставаться таким в течение года. В течение полугода. Три месяца на освоение навыков. Слайд следующий. Стартовая школа. Одна из... Ну, приблизительно так проходит. Дальше. Ну, видите, у нас есть своя символика. Это летние школы. Замечательные летние школы. Причем летние школы проходят в... Это Танечка Гущина. Я так понимаю, Таня и Володя Гущины проводят эти школы. Вова, что ли, не узнала? Выезды. Весенние, летние, летние на море. Где учиться, не важно. В палатках, в дворцах, в школах, в библиотеках. Вопрос. Кто из вас прошел стартовую школу? Поменяйте слайд. Вот стартовая школа. Смотрите, людей вроде бы не очень много. А все остальные? А все остальные? Ребят, если у вас не получается, вы не были на стартовой школе, это студент пришел в институт, ни разу не посещал и не понимает, почему у него и оценки плохие, и не разбирается он, все его однокурсники уже тут прям звезды, им интересно, они разговаривают о том, что они понимают. Он стоит, прислушивается, говорит, да, хорошо вам. Но ты мог ходить на занятия, ты же не ходил. Так, а есть люди, которые ни разу не прошли, Олечка поняла, не была на стартовой школе. Ребят, каждый месяц проходит стартовая школа, поставьте себе задачу, обязательно попасть на стартовые школы. На стартовых школах обсуждаются следующие вещи, как мечту превратить в цель, как просчитать, что необходимо, отрабатываются навыки телефонных звонков, создание списка, просчитывается маркетинг-план, рисуются волшебные руны, проговариваются... Ой, ой, спасибо, 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 спасибо за шикарную подсказку. А сейчас? После Света Ильяшенко, а напишите, а кто принимал участие не как слушатель, а как организатор, как человек, выступающий на школе? Есть? Олечка, так, Донецк. Отлично, молодцы, молодцы. Замечательно. Запишите себе цель и задачу. Молодцы, ой, супер. Ребят, для чего делаются стартовые школы? С одной стороны, всем остальным, ребята, поставьте себе цель и задачу не просто ходить слушать, а подойти к наставнику, спонсору, к организатору школы, сказать, я хочу выступить. Достаточно выступить, а я вчера подписался, еще ничего не знаю. Достаточно выступить о своих мечтах, или о своем результате продукте, или если вы подписали, хотя бы одного-двух человек рассказать, как это происходило. Вот, как вы звонили, как это происходило. Не надо сочинять, не нужны теоретические вещи, только практические. Почему вы пошли к этому человеку? Главный вопрос, что вы сказали, почему человек согласился? Это не срабатывает одинаково на всех, но знаете, говорят, что у хорошего актера, хороший актер это импровизатор, плохой актер работает штампами. Хороший актер имеет просто больше штампов, то есть больше проигранных ситуаций. Хорошо? Следующие слайды, смотрим. Это школа правильного питания, как вы догадываетесь, с весами. Записываем показатели дальше. Ребят, слайд-шоу. Количество воды, белка. Ну, это знаменитая школа «Навигатор» в Одессе, и сейчас в ноябре будет «Навигатор» в Одессе, которую организовывают наши лидеры, совершенно замечательная школа. Узнавайте, кого интересует Одесса, 33-17-11. Телефон, Викуля, напиши, 33-17-11. Ну, вот так вот проходит. Ну, это у нас была уже мастерская встреча, это фрегат мастеров, это для бриллиантовых и выше. Ну, это в Одессе традиция начиналась с золотых. Ой, боже, это золотые для золотых. Боже, какая история, какая древняя история. Замечательно. А вот это наш московский форум. Исланночка Абранована. Давайте пожелаем ей большого здоровья. Ей в следующем году исполняется 82 года. Наша любимая женщина. Просто умница. Давай, еще. Зол покажи. Ну, вот это, посмотрите, ребята, сколько мастеров стоит на сцене. Это же суженый кадр. Вот так вот. Огромное количество мастеров на сцене. Вот столько людей прошли этот путь. Дальше. Вот столько людей прошли этот путь. Ну, это на десятилетие корового клуба. Дальше. И с каждым годом все больше и больше. Вон, сколько людей прошли этот путь. Вы только посмотрите. Мастера серебряные, золотые. Дальше. Я просила мне распечатать одну табличку. Викуль. Из навигатора. Я же показывала какую. Знаешь, какую нет? Система обучения. И давайте, ну тогда, верни мне, Сереженька, слайд по системе, по шаговой системе обучения. Еще несколько слов, и мы заканчиваем. Да, это был Киев 2008 года, фантастический зал. В этом году будет на Украине. Нет, стартовые, директорские и так далее школы. Ребят, у каждого этого шага есть своя конкретная цель. И пройдя одну школу, нужно стремиться переходить на следующий уровень. Итак, пишем шаг первый. Ну вот, все, что касается с наставником, встречи 1 плюс 1, домашний кружок, презентации, стремитесь принимать участие в презентации, результат, возможности, коротенькую тему прочитать. Для того, чтобы прочитать коротенькую тему, надо посмотреть диски несколько раз или побывать на нескольких презентациях. Мне так смешно, когда человек говорит, а я был уже на презентации, зачем? Это телефон Одесского склада. Для тех, кто собирается приехать в Одессу на навигатор в ноябре. Вот сейчас в 20-х числах. Итак, первая цель посещения всех мероприятий – это послушать, послушать в разном исполнении. Задача – научиться послушать всех и сделать по-своему. То есть лучше, как только возможно. Законспектировать и прочитать презентацию. Когда меня спрашивали, как это у вас так здорово получается, 50 раз повторил, дальше все. Хоть ночью, хоть в судорогах. Это идет, причем на автомате, и не просто так, ды-ды-ды-ды-ды, а начинаешь заводиться, потому что видишь живые глаза. Цель стартовой школы. Записали цели. Первая цель – получить информацию, увидеть общую картинку, не по частям. Вторая цель – это для новичков отработать навыки. Вот самому начать действовать очень тяжело. Отработать первые навыки. Третье – перезнакомить людей, почувствовать себя в коллективе. Вот знаете, когда мы приходили раньше на работу, то мы знали, что коллектив – одни и те же лица, большой или маленький. Мы жили интересами друг друга. Это как бы, что дома сидеть, там на работе интереснее. А в сетевом маркетинге каждый вроде бы работает на себя. Вот это ощущение, что я один – это ужасно. На стартовой школе – соединение людей. Самая главная цель. Для выступающих – наработка профессионализма. Лучше всех, самую большую пользу извлекают те, кто выступают. Готовятся, волнуются, заикаются, но выступают. Пять раз рассказал, сам понял. И результат, и еще одна цель – это поставить задачу. Вот вы пришли на стартовую школу, вам объяснили, как стать директором. Раз в три месяца проводятся директорские школы. Попасть на директорскую школу. То есть, составить конкретный план действий, чтобы в ближайшую директорскую школу вы уже присутствовали, имели право. Клуб 700. То есть, чтобы у вас было 1000-1200 баллов. Да? А еще круче задача, я говорю, для совсем начинающих и неуверенных в себе людей, задача стать директором, попасть на директорскую. А для людей, у которых большие задачи, большие амбиции, сколько ваших партнеров попадет вместе с вами на директорскую школу. Понятно? Вот это цели и задачи. Директорская школа. Цели и задачи первое. На более профессиональном уровне говорить о мечтах, целях, профессиональных наработках, навыках, выслушать истории. Потому что запишите себе навык, самые необходимые навыки – это первое. Первое – умение говорить по телефону. Второе – умение проводить презентацию. Третье – это ораторское искусство, умение выступать. Да? И четвертое – умение организовывать. И домашнее задание – напишите свою историю. Хотя бы план. Потому что, знаете, вот выходишь, я видела такие презентации, когда человек начинает историю. И так, погряз в своем прошлом до корового клуба, что уже время выступления закончилось, про коровый клуб вообще ничего не рассказал. У вас должен быть план. И в каждой презентации публичной у вас… Ну, это тема целой отдельной лекции «Секреты публичных выступлений». Следующее. Цель и задача директорской школы – повышение уровня профессионализма. Стремитесь выступать для того, чтобы стать более профессиональным. Но главное – пожалуйста, ребята, стремитесь принять участие в организации. Хоть патроны подносить, но вот это причастность к работе команды. Это оформление сцены, это написание сценария, это ваше выступление, это организация встречи гостей, это формирование пакета на школе. Ну, обычно каждый у нас участник получает какой-то пакет рабочих инструментов. Это организация кофе-брейков или питание. Кто-то отвечает за звук, за свет, за подготовку, за баннеры и так далее, и так далее. Или найти зал адекватной поставленной задачей на 200, на 500, на 1000 человек. Ребята, пойдете искать зал и подпишите новых людей. Вообще, быть членом команды – вот это самое замечательное. И это навык организаторский. И посмотрите, как руководители школы, как ваши наставники делегируют ответственность. Этому надо научиться. Делать это красиво, достойно, так, чтобы люди хотели брать на себя ответственность. И как благодарят участников. В общем, быть а – слушателем, б – выступающим, б – организатором. И самое главное – прийти на эту школу не одному, а с… Это первая часть. Сейчас. Это директорские школы. Вот. Тематические занятия. Школа новичков. Оно стоит, скачаете, перепишите себе в увеличенном виде. Школа директоров. Вот здесь пишутся задачи и инструменты. И школа лидеров. Школа лидеров – это подготовка мастеров. Ответьте мне, пожалуйста, кто поставил себе цель и задачу в течение ближайшего года, но от сегодняшнего дня, в течение года, стать мастером. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. Всего 28 человек. Ой, Олечка Мейснер, конечно. Что, все? Все? Ребята, у нас тут 180 человек. Все? 30 человек хотят быть мастерами остальные. Ребята, если вы не собираетесь в течение… Лариса, за два года, это же медленно. Знаете, вот меня научили в туризме. Если ты идешь медленно, у тебя ноги болят гораздо больше, чем если ты идешь быстро. Устанете. Так. Олег, Олег из Израиля? Да. А остальные, 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 ребят. Из Николаева. Так, хорошо. Ребят, вот если вы четко не написали, что в течение этого года я стану мастером, так вы им никогда и не станете. Ну, не станете. Ну, что за детский сад играть? Ну, я маленький, слабенький, а вдруг не получится, я лучше не буду загадывать, чтобы потом не огорчаться. Ерунда какая-то. Ксенечка, да, мой родненький. Ага. Так. Школа лидеров. Мы с вами проговорили золотые для золотых. Поставьте задачу на Турцию. Максимально сделать все, чтобы попасть на Турцию в марте. Хорошо? Потому что, знаете, это вот… Мне так смешно, я не поеду. Дорого, невозможно. Курсы повышения квалификации. Вот я ездила в Киев на курсы повышения квалификации. Чтобы вам доплачивали в зарплату за высшую категорию, нужно сдать курсы, пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен. Если вы не стремитесь попасть на золотые для золотых, ребят, ну, вас деньги не интересуют. Вас не интересуют возможности. Вас не интересуют люди ваши, потому что в основном вы экономите деньги. Ну, это две технологии. Нищие экономят, богатые зарабатывают и ставят большие задачи. Разобрались? Какая задача у вас на золотые для золотых? Пишем первое. Сегодня я ставлю себе задачу, значит, а. Заработать деньги, чтобы не отрывать из бюджета. То есть мне надо ежемесячно планировать, сколько денег я откладываю на поездку. Б. Сколько людей я приглашу с собой, скольким я помогу поехать на это мероприятие. А вы знаете, что за это время, это же будет только в марте. Если вы покажете ускоренный рост, вы промоушен выполнили в ноябре. Но если за это время, за полгода вы вырастите не на один ранг, а на два, на три, на четыре, вам будут делать подарки, скидки на следующие поездки. Вы будете выступать на сцене. На сцене становятся профессионалами, на сцене становятся заметными, на сцене вы становитесь лидерами. Поставьте себе задачу, вырасти на несколько шагов, чтобы стоять на сцене, получать признание на сцене, обратить на себя внимание на сцене, чтобы потом подходить к наставникам, к параллельным, к звездам международного класса. И уже вас заметили, вы быстро выросли. И вот это одна из самых лучших задач. С командой и принять участие в выступлении и награждении. Разобрались. И по окончании, никто же не сказал, что если вы попали на золотых, вы не можете стать к этому времени бриллиантом, изумрудом, бриллиантом, мастером. Ставьте большие задачи, и все получится. Итак, тот, кто хочет стать профессиональным, тот не... И предыдущую тоже, Сереж, предыдущую картинку в записи будет. Вот это первое, все начинается со стартовой школы, ежедневной консультации с наставником, презентация 2 плюс 1, домашний кружок, собрание. Ну, как обычно, раз в неделю собрание, где вы подводите итоги, это будет в интернете или это будет вживую, где можно задать вопросы, откорректировать какие-то свои ошибки, и поставить общие задачи, и принимать участие в общем плане действий. Хорошо? Это этапы. Вот эта картинка и следующая. Вот это этапы профессионального роста. И если вы не принимаете участие в этих... Следующую, Сереженька, поставь. Или предыдущую. Если вы не принимаете в этих шагах тематические задачи, школа новичка, клуб 100, клуб 700, школа директоров, золотые для золотых, региональные мероприятия, международная конференция. Хотите стать профессионалами? Это обязательно. Это курсы повышения квалификации. После каждых курсов, если вы к ним готовились, еще и выступали, у вас повышается товарооборот, у вас повышается чек, у вас повышается профессионализм. Чего и желаю в полном объеме. Мы с вами расстаемся. Для тех, кого интересует здоровье, до завтра. А следующий вебинар, я посмотрю, будет ли у меня возможность такая во вторник и в среду связаться, потому что я буду в Самаре, меня неделю не будет. Если не будет возможности, просто не всегда хорошая связь по вечерам в гостинице, я не готова сказать. Заранее будет предупреждено, предупреждено, что вебинар либо переносится на неделю, либо мы начинаем сразу. Хорошо? Ребят, большого успеха. Я назначаю свидание всем, кто ходил на вебинар, кто принимал участие, не просто как слушатели, но как и воспринимали это, как руководство к действию. Я приглашаю вас всех в Турции на золотые для золотых. Участники семинара я сниму отдельный зал, для того, чтобы мы с вами пообщались отдельно, для участников вебинара. Хорошо? Удачи! Пока!